Привет, ребят! Это видео про сведения. Это будет long play, то есть вы не увидите здесь, как обработать бочечку за 5 минут. Здесь будет вдумчиво про звукорежиссуру. И я хочу построить это видео таким образом, что первые 5 минуток мы поговорим вообще о смысле звукорежиссуры, о том, а что хотеть от микса. И, к моему удивлению, на просторах интернета я вообще не встречал подобных видео с такими размышлениями. Как правило, есть гайды по компрессии, по эквализации, по каким-то фишкам, но это всего лишь вспомогательные помощники, потому что суть звукорежиссуры и смысл ее заключается как раз-таки в том ответе на главный вопрос. А кто у меня главный? А что я хочу получить от микса? В какую сторону я его рулю в плане настроения, характера? Какое я хочу у слушателя вызывать состояние этим миксом? Вот главный ответ на вопрос. И я в свое время очень долго не рос в звукорежиссуре по простой причине. Я не знал ответа на этот вопрос. Я говорил, ну что за глупость? Конечно, я хочу, чтобы мой микс звучал ярко, чтобы была куча низа, чтобы прям все качало, драйвило, чтобы барабаны прям взжухивали, чтобы оркестр прям вот, вся мощь я слышу, чтобы вокал прям in the face, ривера, все широко, громко. И получается, что когда я пытался реализовать эту стратегию, получалась полная херня. Если у вас так же, напишите в комментах. Это очень интересно. И сегодня, возможно, вы для себя откроете совершенно другую грань, под которой вы посмотрите, и ваши миксы станут гораздо лучше. Так вот, что я предлагаю. Первое. Ответьте на вопрос, кто главный в моем миксе. И это вопрос не праздный. Потому что, например, если мы возьмем миксы Майкла Джексона, то там главный это барабаны. Там главный не Майкл. Послушайте. Там всегда чуть-чуть ближе играют барабаны, а Майкл где-то дальше. За счет этого, но не только за счет этого, но это усиливает кач. И взять, например, противоположный пример. Песня Эра Смит. Вот это из Армагеддона. Классный медляк. Don't wanna close my eyes. Что такое? Что там происходит? Там происходит наоборот барабаны чуть-чуть дальше. И впереди оркестр и гитары. Для того, чтобы максимально подчеркнуть музыкальность, широту. И таким образом воздействовать на слушателя. Потому что вы своим миксом рисуете картину восприятия. Все эти компрессоры, эквалайзеры. Это вторичная фигня. Ребята, вы рисуете слушателю картину. Вы ему говорите, на что ему обращать внимание. Вы говорите ему своим миксом, как ему слушать и воспринимать эту песню. Так же, как и в операторском деле искусстве из видео. Когда оператор вам показывает крупняк. Или он вам показывает какие-то детали. Он вам говорит, на что вам обращать внимание. То же самое здесь. Вам, вы, как режиссер, рассказываете историю, на что обращать внимание. Вот и все. Поэтому попробуйте использовать вот эту стратегию. И посмотреть, как будут меняться ваши миксы. И, конечно, профессия звукоинженер – это долгая профессия. Пока вы не тренируете свои ушки. Пока вы не начнете заниматься наслушанностью. О ней сейчас я расскажу. Ждать быстрых результатов не стоит. И по поводу плагинов. И по поводу наслушанности. Перед тем, как начать. Плагины. Ребят, когда человек начинает тонко чувствовать нюансы. То есть у него развивается слух. Он уже слышит там пол децибела. Децибельчик компрессии. Децибельчик там поднятия или опускания частот. Он начинает быть хирургически тонким. И вот в этот момент вы становитесь мастером. И вам начинает быть вообще пофигу, какие использовать плагины. Это не говорит о том, что все плагины одинаковые и все хорошие. Нет. Но просто, если вы понимаете суть компрессора. Что суть компрессора в том, чтобы тихие места сделать громче, а громкие сделать тише. То есть немножечко сузить ваш динамический диапазон. То вы относитесь к этому без какой-то там эзотерики. Потому что производители компрессоров, но это еще те эзотерические ребята. Они вам показывают картинки потертых приборов из 70-х, 60-х годов. Вы начинаете от этого течь. И ваш фокус внимания с сути переходит на какую-то, в общем-то, маркетинговую ерунду. Поэтому, если вы начинаете понимать суть компрессии, суть эквалайзера. И вы понимаете, на что вы влияете конкретно. И вот когда вы перейдете на этот уровень понимания. Когда у вас все маркетинговые штучки из головы уйдут. Вы начнете работать более точно. И вы сможете использовать любые плагины. Плагины, встроенные в программу. Они такие же прекрасные, как и все остальные. Да, есть где-то похуже, где-то получше. Но в целом компрессор, он, как говорится, и в Африке компрессор. Это что касается компрессии. И перед тем, как начать, хочу всем порекомендовать. Звукоинженерам занимайтесь своей наслушанностью. Что это значит? Поскольку профессия звукоинженера, это профессия художника, который рисует картину восприятия слушателю, то вы должны очень хорошо разбираться в жанрах. Что вот в жанре рок-музыки принято вот так. Есть какие-то уже наработки по эквализации, по компрессии, по балансу. В жанре хип-хоп вот такие. В жанре поп вот такое. И начинать слушать много-много-много разной музыки. И вслушиваться, что там происходит. И анализировать это. Можете себе тетрадку завести по жанрам. Можете просто в голове. Как кому удобно. Но суть в том, что без вот этой наслушанности и понимания, а как принято, где, вы дальше не двинетесь. И я хочу сейчас вам показать проект, в котором мы сегодня будем работать. У меня уже загодя готовый темплейт. Те, кто хочет такой же темплейт, посмотрите на канале. Есть видео. Делаю темплейт. Он экономит кучу времени. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вот смотрите. У меня существует... Вот папка drums. Папка басы. Папка электрогитары. Папки synth-key. И клавиши. Папка back и папка вокала. Все. Вот весь микс. Что у меня происходит? Я назначил, например, kick, sub-kick. Там 4 снеера. Я сразу на каналы уже назначил. Например, на бочке. Я вырезаю там до 30. Все. Всегда вырезаю. Зачем мне спрашивается постоянно назначать одно и то же, если я все равно это вырежу? Это экономит кучу времени. Например, на снеерах я люблю SSL. Да, все. Вот он у меня SSL уже стоит. То есть я просто беру, когда сессию скидываю, мультитрек, я открываю этот темплейт, и дорожка снеер у меня идет на дорожку снеер. Дорожка баса у меня идет на бас. Далее. Все вот эти каналы, например, drums, идут в группу drums уже в пульте. Вот открываем, смотрим. Вот у меня группа drums. Она, в свою очередь, тоже разделена на три. На кик, снеер и хэт, и всякие лупчики отдельно, чтобы я мог это все контролировать. Папка drums идет, вернее, группа drums идет в группу инструментала. И в итоге, понимаете, у меня канал идет в группу, а группа идет в группу. И все собирается в итоге, весь микс, в две группы. Это группа инструментала и группа вокала. И в конце я уже балансирую между вот этими двумя группами. И это очень удобно. Также у меня здесь уже на мастере есть какие-то мои наработки, которые я использую и так далее. Вот и все. Давайте приступать. Вот сейчас тут ничего не сведено, ничего не трогал. Здесь просто вставлена сессия, мультитреки вот в этот темплейт. Поэтому давайте мы сейчас это начнем слушать. Я выключаюсь. Ничего комментировать я не буду. И вы будете смотреть и пытаться понять логику моих действий. Заодно будете тренировать свой слух. Поехали. Так. Так. В моих висках стучит любовь. Это чистая алхимия. Снипает внутрь кровь. Огонь сильнее. Недушимая. Алхимия. Алхимия. В моих висках стучит любовь. Это чистая алхимия. Снипает внутрь кровь. Огонь сильнее. Недушимая. Алхимия. Алхимия. В моих висках стучит любовь. Это чистая алхимия. Снипает внутрь кровь. Огонь сильнее. Недушимая. Алхимия. Алхимия. Нет числа. Нет числа. Этим за падением. Заедине. Все наши атомы до последнего. Моих птиц знаю. Ты права дни. Тебе так и идут. Чувства мои. На сердце сна. Перодится в золото. В моих висках стучит любовь. Это чистая алхимия. Значит, сейчас начну делать барабаны. Все-таки решил микрофончик, чтобы рядышком стоял. И начинаю делать барабаны. Я хочу... Я снимаю видео, ребят. Я хочу сейчас начать... Идти от общего к частному. То есть вот у меня есть барабаны. Я не буду сейчас залазить на каждый там канал. Что-то ковыряться. Я хочу в общем. Здесь... Так. У меня где-то здесь должен быть серьезный холл. Так. Так, а что если... Так. так я хочу чтобы у меня барабаны качали что для этого надо я хочу добавить здесь параллельной компрессии на барабанах вот так вот у меня выглядит параллельная компрессия здесь уже все есть слушаем вот стало более стало более насыщенно дальше что я могу здесь нлс ки добавить понятно что с этим вместе подымается громкость это все понятно мы сейчас это будем компенсировать компенсировать например лимитером чтобы у нас чуть-чуть пики поджимались и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно еще посмотреть, еще добавить чуть-чуть компрессии API, например DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok И, кстати, вот обратите внимание, я сейчас работаю в контексте фонограммы И я не работаю, вот, включая просто солируя отдельный инструмент и начинаю ковыряться, да, в нем Нет, я работаю в контексте, потому что меня интересует общее звучание Если общее звучание будет как-то потом что-то не очень, вот тогда я уже полезу в детали Но сначала я собираю картинку, что я хочу До референсов, потом доберемся Сейчас я пока реализую плюс-минус свое видение, как я это вижу Балансы там общие И, кстати, скорее всего, процесс сведения достаточно долгая штука, да, часа 3-4 Сейчас для этого видео мы соберем базу То есть база, а потом уже я буду дорабатывать Если вы накидаете комментов и вам понравится этот формат, то тогда сделаю вам следующее видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот здесь я решаю вопрос Компрессии не технический, а творческий Немножко сложно сказал Короче, мне хочется на пианино добавить вот этого дыхания компрессорного Потому что много где раньше в роке использовалась такая тема И она как-то так прижилась классно Мне очень нравится пианино с компрессором И когда его много и когда он дышит, в этом есть прям вот художественная фишка То есть сейчас я решаю вопрос компрессором не технический, а творческий И так далее И так далее И так далее И так далее Субтитры сделал DimaTorzok И так далее И так далее Субтитры сделал DimaTorzok И так далее И так далее И так далее Субтитры сделал DimaTorzok И так далее 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 Субтитры сделал DimaTorzok И так далее И так далее Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дети И в этом В этом прикол И мне такое звучание Очень нравится Поэтому Если у вас Вдруг рука тянется Написать мне какой-то комментарий Что я Угандошил свой голос То Пожалуйста Не надо Воздержитесь Потому что Мне так нравится Поверьте Я все слышу Не хуже вас И Если я что-то делаю Это значит То что мне это нравится В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутрь кровь, огонь сильнее, нерушимая, алхимия, алхимия. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутрь кровь, огонь сильнее, нерушимая, алхимия, алхимия. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутрь кровь, огонь сильнее, нерушимая, алхимия, алхимия. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутрь кровь. Вот сейчас я более-менее подсобрал то, что у меня здесь играет, без особых нюансов, но с пониманием целостности картины. И вот сейчас я хочу понимать, а я куда? А я куда? А я куда? А я сейчас в барабаны или в музыку или в голос? Давайте просто поэкспериментируем. Вот у нас есть группы. Давайте сделаем вариант, когда барабаны на первом плане. Сейчас вот так вот. Давайте попробуем сделать так. А давайте попробуем наоборот. Барабаны так, что у тебя в первом плане у нас выйдет музыка. В моих висках стучит любовь. Это чистая алхимия. Скипает внутри кровь. Огонь сильнее. Нерушимая алхимия. Алхимия. В моих висках стучит любовь. Это чистая алхимия. Вы понимаете, что это два принципиально разных микса? Да, совершенно другое восприятие. Здесь более романтичное, когда больше музыки. В первом варианте, когда больше барабанов, оно более чуть-чуть агрессивное, более нам намекает на кач. Вот о чем я говорил в самом начале. О том, что вы рисуете картину восприятия. Не больше, ну не меньше. И давайте, знаете, что сделаем? Сейчас мне хотелось бы сделать какой-то общий завершенный вид эквализации. Потому что сейчас, да вот как раз на этом этапе, мне уже понадобятся какие-то там референсы условные. Какие-то референсы, которые мне пригодятся. Вот у меня есть АЧХ, которая мне нравится. Я ее где-то взял с какого-то трека, который мне нравится. И вот сейчас я попробую свою балалайку прогнать через это АЧХ. Все-таки сначала я хочу барабаны вернуть на место, потому что мне важно здесь больше кача. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутри кровь. Огонь сильнее, нерушимая. Алхимия, алхимия. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутри кровь. Огонь сильнее, нерушимая. Алхимия, алхимия. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутри кровь. Огонь сильнее, нерушимая. Алхимия, алхимия. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутри кровь. И теперь сделаем. В моих висках стучит любовь, это чистая алхимия, вскипает внутри кровь. Огонь сильнее, нерушимая. Алхимия, алхимия. вот он нам предлагает повысить вот эти частоты сделать более яркий вверх а почему я не поклонник делать такие вещи на мастере потому что вместе вот с этой штукой вылазят все себе ленты и все вот эти штуки поэтому что я мог бы сделать я вижу куда он клонит да это у нас есть зона 250 до вот которую хорошо бы чуть их опустить это вот так называемая муть у нас чуть-чуть он подчеркнул середину и самое главное что верх и супер верх у нас его мало значит что мы делаем пока выключаем такой лазер заходим отдельно в инструментал в общую вот например что здесь это тот же озон я кстати могу просто не париться и вот то что мне предложил этот озон на мастере просто переношу в инструментал и пусть он здесь у меня и играет можно прям вот так вот сделать можно да да естественно лимитера можно залезть просто например в эквалайзер и вот тут эквалайзером самостоятельно ручками все под мне просто там уже висит в инсерте эквалайзер от можно также в моно составляющую стерео составляющую более значит осознанно покрутить что я выберу сейчас пока я выберу сейчас пока я выберу вариант вариант с озоном побыстрее просто потому что вполне возможно что я так и оставлю ребят ничего тут такого нет у меня на первом плагине включен мономейкер знаете что это такое с не знаете погуглите очень хорошая вещь единственное что здесь бы я опустил вот эти вот самые пресловутые 250 там на полтора децибельчика вот так вот аккуратненько так отлично погнали так значит у нас стал поярче инструментал и это шикарно я бы еще в инструментал немножечко добавил вот этого fresh air а мне очень нравится чуть-чуть буквально так чуть-чуть у нас идет запирание сейчас посмотрит наверно барабаны чуть-чуть у нас да это плагин запирает уже вот тут все время этот важный вопрос нужно контролировать мы об чуть-чуть прибираем и 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 так теперь я хочу выстроить картину целиком и еще раз посмотреть что я поднял и чем не еще надо опустить поднять и может быть я уже озон вот так оставлю с каким-то мастеринговыми характеристиками Поехали. Вот так достаточно. Все. Мне этого хватит. В принципе, дальше. Это лимитер перед лимитером. Это лимитер перед лимитером на мастере. Это лимитер перед лимитером на мастере. И вот сейчас очень важный момент. Когда я вывел общую уже громкость, потому что она плюс-минус будет уже такая же, даже громче. Вот тогда я уже начинаю заниматься детальками для того, чтобы этот микс звучал более чисто. Расчистить его, но уже под наблюдением лимитера. Потому что лимитер вносит супер корректировки. Вы можете сводить самый замечательный микс, потом повесить сверху лимитер, выведя трек на нужную вам громкость. Там 8 рмс, например. И все. И у вас все балансы поменяются. У вас все вылезет то, что вам не надо. Вот здесь вылезли куча обработок, которые нужно расчищать. То есть вот сейчас я уже понимаю более конкретно, над чем я буду работать. Вот сейчас я сделал базу. Это, конечно, очень приблизительно все. Но это база, после которой я начинаю уже хирургическую работу. Так, у меня здесь ревер, значит, что мне надо, может быть, что-то подрезать в ревере или пустить его куда-то, например, налево. Или там вырезать у него там мид, где-то вырезать сайт, где-то его закомпрессировать, где-то его сайдчейн пустить и так далее. Для того, чтобы уже в конечную фонограмму расчищать. Вот как я работаю. И мне такой подход очень нравится. Потому что для меня он суперэффективный. Все, ребятки, собрали базу. Напишите, как вам вообще такой мой формат сведения и нравится ли вам. Ну и все. Спасибо за просмотр. Пока.